Заранее провокация. В первую очередь, напевно, против милиции Львова. Потому что, если бы мы допустили с этими ножами, с этими кастетами и другими снарядами, которые были выложены туда, на стадион, или выпустили их в город, они бы обовысково нашли, где-то спровокировали бейку. И неизвестно, какие бы были последствия после этого бейки. А цель, чтобы спровоцировать беспорядки на стадионе или в Львове? Чтобы, снова-таки, с негативной стороны показать место Львов, как одно место для подготовки до Евро-12. Ну и в целом, напевно, и Украина. Я так понимаю. Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно взорвать Евро-2012, даже бейкой на стадионе. Знаете, в Польше, в Украине, очень много бейок. И что-то пока еще никто нечего, ничего, никаких выясновок не делает. А мне кажется, что нужно, пожалуйста, запитать футбольник Рубарсенал. Я так понимаю, что там была человек-специалист по перформансу, судячи с посвящениями, которое там было. И запитать, где они их взяли и почему. В принципе, как вы знаете, мы же футболом занимаемся. И мы знаем, что иногда фан-клубы одними команды, даже и другие, как Украины, идут поддерживать фан-клуб другой команды. Бывает такое, если они есть связки у них и так далее. А сколько я понимаю, что они до фан-клуба ни Динамо, ни Спартака, ни ЦСКА, ни Локомотива, ни одного отношения не мало. Александр, а сколько у Арсенала вообще болельщиков в Киеве? И это вопрос.